всем привет с вами мастерская оранжбот и я григорий владимир сегодня такое уличное будет видео необычно это по прицепу приехал наш клиент с просьбой сделать толк прицепа посмотреть все мы заранее расходнички основали приобрели посмотрите вот здесь на крыса передняя все хорошо переходим к заднему поближе поднесу микрофон вот такой вот звук и вот так оно люфтит это о чем говорит что подшипник свой ресурс выработал сейчас мы его заменим вот так вот снимаем колпачок и видим гайку показать вот видно то что там водички то есть подшипник не просто так вот он болтается отворачивая свернули снимаем барабан доставим подшипник с покажемся увидите насколько он жив либо не жив также снимаем второе колесо с подшипниками менять все сразу коли один приказал долго жить вот снимаем колпачок все по той самой схеме 2 барабанчик а вот здесь кстати была беда здесь механизм не стоял на своем месте барабан видно тер вот так вот все болталась это колесо было раз клинит вот видно покажется колодка в ноль сношена вот куски от него отваливаются в колодке перегревалась слетела все вовремя приехал человек все хорошо все сделаем аналогичным образом стопорное колечко аккуратно сейчас отдел почистим будем пассивничками не менее ответственная часть это замена подшипника да то есть там подшипник износились не помню когда плохой хор более-менее того пока который который люфте немножко почистить вот как это делается делать очень просто берется какой-нибудь болтяра молоток или кувалда то есть наставляется с довода и начинаем как следует его вышибать и потом точно также обратно подшипник кувалдой на место загоняем поэтому то что там пресс не пресс вы там их не слушайте все это ерунда то есть надо делать все молотком и кувалда самом деле такие вот ремкомплекты используем дату с полным комплектом те самые стопорные кольца гайка с 1 1 разовая и подшипники толка который оригинал германия сейчас покажемся расскажем не стесняйтесь молоток кувалда зубила зубы вперед это оставляем здесь вакуумный был упаковку чтобы срок годности был побольше ну что оператору даем подшипника держи все я беру барабаны на самом деле то что он наплел там про кувалду и все остальное меня не слушайте это ерунда и никогда так не делайте если так будет делать то бейте им по рукам все это делается примерно на таком вот прессе там плюс минус да неважно пневмо гидравлика или просто рост и привод такая оправка сделана конкретно по эти подшипники то есть она давит только на наружную обойму когда запрессовывает а когда выпрессовывает на внутреннюю ну что покажу берем барабан ставим страна у нас для выпрессовывания центруем погнали готова один подшипник извлечен повторяем то же самое для другого барабана поехали то есть никогда кувалду не делайте очень легко испортить сам барабан да если будет идти на перекос то посадочное место портится подшипник портится посадочная портится только пресс готова так раз подшипник на вот ноль виновник ржавый который у нас люфтел так вот сейчас покажем как все это дело обратно запрессовывается берется барабан посадочная поверхность очищается но там не то что грязно как чуть-чуть может быть каком-то масле но главное чтобы там внизу на привалочной плоскости не был никакой грязи что подшипник сел до конца отлично у нас подшипники обошли некий нас оператора подшипник вот так вот ставится берется оправка только теперь уже другой страной про который говорил на 2 ваш не смотрите подшипник есть внутренние обоймы и наружная и оправка сделан с таким вот с такой фаской да то есть она упирается только в наружную обойму она не давит на защитные пыльники не давит на внутреннюю осаживает его только по наружной обойме поставили погнали вот так вот садится подшипник равномерненько строго инфраструктура на об готова это же самое делаем старым барабаном убираем все продукты износа колодок предыдущих с ним колодочка берем вот очищаем все заменяем колодки покажи поближе сюда перетягивать ставить колодки надо этот механизм регулировки вернуть обратно это механизмом подводки то есть что колодка сюда было надо расстояние от барабана при работе она потихонечку выворачивается ставим на место теперь можно собирать если до этого подводились тормоза дату рада ослабить немножечко чтобы барабан налезть на место иначе не налезут удлиняем тормозной шток я думаю налезут ставим на место стопорное кольцо берем новые зимкомплекта так такое бывает иногда кольцо новая упругая иногда соскакивает так что натласила свое место будет все хорошо ну и ставим на место барабан и здесь мы заменились и пружинки на новое аккуратненько центру и колодочки ставим барабан барабан должен так вот без проблем сесть то есть не перекрашивай колодки берем из комплекта новую гайку гайки одноразовые повторюсь почему одноразовые сейчас скажу в общем одноразовые такая насечка с одной стороны и с другой это они подплющены то есть они имеют овал на выходе я не лишь будешь поджимают поэтому гайки надо менять ставим гаечку берем гайковерт затягиваем не сильно потому что финальное усилие надо ключиком динамиметрическим где-то он тоже тут у нас есть вот он лежит усилие уже выставлено у нас тут по моему 290 плюс-минус 20 ньютон то есть порядка 300 ньютон усилия вот так вот до щелчка как щелкнуло хорош мы делаем то же самое со вторым колесом не можно считать процедуру завершенно останется затянуть гайки после болты колеса все готово ночью осталось нам колесики об протянуть тоже динамиметрическим протягиваем колеса и регулируем финальный этап тягу тормоза и все единственное надо не забыть по прошествии там порядка моста 200 километров еще раз отрегулировать троса колодочки притрутся станут на свои местах барабанчиком притрутся нужно будет регулировать готова